Долгие годы, более 50 лет Симбирской ласточкино гнездо служило домом областной филармонии. После того, как старинное здание 1910 года постройки было признано аварийным, филармонические оркестры переехали в Ленинский мемориал. Два года назад здание передали государственному ансамблю песни и танца «Волга». Однако новые хозяева по-настоящему заняться ремонтом смогли только в этом году, после того, как был перенесён орган в малый зал Ленинского мемориала. Завершается этап укрепления несущей конструкции здания. Эта работа была начата, по-моему, в 2016 году. Сейчас она подходит к своему логическому завершению. Мы получаем, по крайней мере, устойчивое и крепкое здание. Планируем в 2023 году начать ремонтную работу уже внутри помещения, приведение здания в порядок. Как гласит паспорт объекта, укрепление несущих элементов фундамента должно завершиться до 31 августа. На наших глазах в тело фундамента вкрутили ещё одну сваю. Сверху для надёжности её залили бетоном. Всего за последний год было вбито более 500 свай разной длины, как с внешней, так и с внутренней стороны здания. Внутренние ремонтные работы пока не начались. Но, как говорит директор ансамбля, проект проходит сейчас экспертную оценку. Если всё сложится так, как запланировано, то в 2023 году они смогут сделать большую часть работ. Сейчас идёт подготовка помещений для репетиции ансамбля. Собственной площадкой для этого станет сцена концертного зала. Как сказал Александр Колтун, «Волга» планирует начать прогон концертных номеров уже в сентябре. В настоящий момент ширина сцены составляет 9 метров, а её длина – 11 метров. В дальнейшем, по словам директора, она станет длиннее на метр. Это надо для того, чтобы на сцене во время концерта смог разместиться оркестр и вокалисты. Появятся дополнительные выходы на сцену, по два с обеих сторон. Предусмотрен светодиодный экран, высококачественный свет и звук. Изменится и зрительский зал. Ранее за счёт балкона он был рассчитан на 350 мест. После ремонта балкон станет технической площадкой. В зале появляются две двери дополнительные вдоль стен. Соответственно, зрительские места, в отличие от прошлой компоновки, переходят к центру зала. И, соответственно, места, естественно, в зале будет меньше. Это порядка 178 по проекту сейчас заложено. Но я думаю, что нам этого хватит. Главное – создать условия для зрителя, чтобы зрителю было действительно комфортно. На цокольном этаже заработают мастерские, где будут шить и ремонтировать костюмы и танцевальную обувь. Одно помещение отдадут под сушку костюмов после концерта. Самое ценное, что есть в нашем ассамбле, кроме людей, – это костюмы, конечно. Поэтому помещение, в котором мы сейчас находимся, – это будет склад женских костюмов балетных. Чтобы здесь была возможность, чтобы они не подветривались, чтобы они не задыхались, скажем так. Ну вот, это помещение будет приспособлено технологически и по всем параметрам для хранения костюмов. К слову сказать, костюмов у ансамбля действительно немало. Только за концерт ансамбль дает порядка 20 номеров, а это 20 комплектов костюмов. А если учесть, что всего танцоров 26, то на один концерт надо более 400 костюмных комплектов. На втором этаже здания, в его исторической части, пока греются под лампами цветы из Ленинского мемориала. В скором времени они вновь вернутся в свои пенаты. А здесь после ремонта разместится музей ансамбля «Волга». Его посетители смогут вблизи рассмотреть костюмы, в которых выступает танцор. Увидят многочисленные награды, заработанные ансамблем на разных конкурсах. И узнают его историю. Рядом через перегородку будет находиться балетный класс. А с другой стороны музея – оркестровые и вокальные классы. С профессиональной студией звукозаписи. У нас есть даже такая пока еще фантазия, что мы, зрители, перед концертом или в антракте будем приглашать на этот этаж, с тем, чтобы каждый получил возможность попробовать себя в качестве танцора в балетном классе. Здесь можно тоже самое попробовать подержать в руках любой музыкальный инструмент и попытать себя в качестве вокалиста. И получить на память флешечку с записью собственного голоса в условиях профессиональной студии. Как заверил Александр Колтун, после капитального ремонта этой жемчужины симбирской архитектуры сможет простоять еще лет 200. И он надеется, что в 2024 году Дом Волги начнет встречать зрителей на концерты прославленного ансамбля. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.